Рифмы из народа пошли в ход. Недоверие к вакцине и отрицание QR-кодов накануне заставило барнаульцев выйти на серию пикетов. Пока одни протестуют против вакцинации, другие за нее платят. Как выяснилось, сегодня врач одной из барнаульских горбольниц продавал липовые сертификаты жителям города. Полицейским известно как минимум о четырех эпизодах получения взяток. На медработника завели четыре уголовных дела. Те же, кто хочет уколоться легально, накануне оккупировали прививочные пункты. Денис, управляющий известным барнаульским рестораном. Говорит, введение QR-кодов было предсказуемым и к нему в заведении были готовы. Теперь придется готовиться и к потере гостей. Самое страшное, это ты переживаешь только за сотрудников, потому что это люди, за которых ты отвечаешь. Сфера общепита, она достаточно бедная именно по кадрам. И многие ребята, кто, если брать 20-й год, перешли из этой сферы общепита в другие направления, на удалянку и так далее. Пока неизвестно, как долго мы будем жить по новым правилам. Но, например, мэр Москвы Сергей Собянин, говоря о столице, дал понять, что QR-коды в театрах и музеях вводятся надолго, чтобы постепенно люди привыкали к тому, что им придется вакцинироваться. Этот период требует не дни, не недели, а месяцы. Предприниматели региона уже подсчитывают убытки. Кому-то и вовсе придется закрыться. По опыту других регионов, где вводились QR-коды, выручка в кинотеатрах падала в 3-4 раза. Я думаю, что в той или иной степени, наверное, пострадает выручка снизится везде, где будут это вводиться. Пока у самих предпринимателей возникает вопрос, как это будет реализовано, реализовано и не пойдет ли это все, как всегда, по формализму, как это уже было с масками. Одно дело ввести QR-коды, допустим, в ресторанах, в кинотеатрах. Другое дело, если, допустим, QR-коды будут введены в целом для торговых центров или будет локдаун в целом для торговых центров. То есть мне кажется, что механизма этого на сегодняшний день, если мы говорим про QR-коды для торговых центров, его нет. Тем временем, пока в регионе вакцинация идет не самыми ударными темпами. Сертификата о вакцинации нет и у половины жителей региона. В крае проживают более 2 миллионов человек. Из них привито только 691 тысяча. И тем и другим остается ждать документ от губернатора региона, который на этой неделе утвердит систему QR-кодов в Алтайском крае. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. Продолжение следует...